Виктория Ивановна, вот если посмотреть милицейские сводки, то становится жутковато, потому что во многих случаях алкоголь является причиной гибели людей. Ну, косвенно или напрямую, ДТП по вине пьяного водителя, бытовое насилие, поножовщина, в общем, ситуаций очень много. Люди знают о том, что это нельзя, что это приведет к печальным последствиям, но все равно, зная о запретах, о том, что запрет все-таки на уровне закона есть, все равно продолжают пить. Почему? Как так происходит? Если мы берем чисто психологический аспект, то тут прежде всего нужно говорить об отношении к алкоголю со стороны человека, который его употребляет, и о тех преимуществах, которые дает алкоголь человеку, когда он его употребляет. Ну, если, например, мы возьмем ситуацию с водителями, то, как правило, водитель может употреблять алкоголь, особенно тот, кто недостаточно уверен или ему необходима в некоторой степени острота ощущений для того, чтобы усилить реакцию, скажем, быстроту реакции. И, с одной стороны, действительно, алкоголь может усиливать эти реакции, но, с другой стороны, самое ужасное в этой ситуации то, что человек не отдает себе отчета в том, что может произойти, каковы могут быть последствия. Многие объясняют, что начинают пить алкоголь, употреблять для того, чтобы расслабиться, снять напряжение для того, чтобы справиться с трудностями в жизни, либо с депрессией, ну, в общем, что угодно. Объяснений у человека, который хочет выпить, всегда много, и он уверен, что он прав. Но мы знаем, что очень часто состояние алкогольного пьянения приводит к трагедиям, к агрессии со стороны человека. Вот почему так происходит? Дело в том, что алкоголь создает в сознании человека иллюзорное состояние. То есть, фактически, человек становится зависим не от самого алкоголя, а от того состояния, которое создает алкоголь. И вот в этом самая большая опасность, что по-другому вот это состояние эйфории, радости, человек его найти не может. И, соответственно, он все чаще и чаще прибегает к употреблению алкоголя. Но давайте приведем конкретно, например, цепочки развивающейся алкогольной зависимости. Скажем, день не удался, и в конце рабочего дня человек выпил для того, чтобы расслабиться, чтобы получить, возможно, какие-то радостные эмоции. И, соответственно, наутро он проснулся с похмельем, с головой, которая болит. И чтобы это устранить, он опять употребляет, да, и создает опять ощущение какой-то радости. И вот нарастание вот этой ситуации через увеличение дозы и уменьшение промежутков между употреблением алкоголя приводит к такой ситуации физической зависимости от алкоголя, с тем, чтобы создавать у себя измененное состояние сознания, другую реальность, которая лучше, чем вот в этой реальности, в которой живет человек. Вырабатывается зависимость, но в чем причина? Почему человек становится вот на такой путь? Ведь не только люди, у которых проблемы начинают употреблять алкоголь, есть и достаточно успешные, богатые люди, мы знаем таких много примеров, известные актеры, которые начинают пить, становятся алкоголиками. В чем причина? Есть ряд причин, и, как правило, когда говорят о том, почему так возникло, всегда обращаются к детству, к тому, что происходило в детстве, и как формировались защитные механизмы психики, которые человек использует в случаях возникновения каких-то тех или иных трудных жизненных ситуаций. То есть это те механизмы, которые помогают нам приспособиться, потому что человеку не хватает недостаточно эмоций, радости, недостаточно выработка гормона, связанных с ощущением счастья, с ощущением какого-то удовлетворения от жизни. Ну, автоматически хочется спросить, как заменить вот это состояние счастья от вредных привычек полезными? Ведь можно все это состояние радости, счастья получить по-другому. Как? Необходимо его научить другим способам получения удовольствия. Уж какие-то способы каждый выбирает сам. Психолог, психотерапевт работает с клиентом, вырабатывает новые способы, но это возможно только на начальных стадиях алкоголизма. Когда уже есть физическая зависимость и необратимые психические изменения, к сожалению, тогда уже ничего невозможно поделать. Чем это можно заменить, чтобы это было равное по состоянию внутреннему психологическому, состоянию удовольствия? Вот на меня приходит в голову только спорт. А что еще? Спорт – это чисто внешнее, действительно, внешнее использование ресурсов человека, но у психолога, психотерапевта всегда идет ориентация на внутренние ресурсы. То есть если мы заглянем далеко в прошлое человека, который активно употребляет алкоголь, то, как правило, мы увидим либо человека, который не может получать удовольствие от самого себя, от своего ощущения значимости, ощущения самоценности, либо это человек, который, возможно, в раннем детстве недополучил любви. И вот эта ситуация получения любви, привязанности, близкого контакта, интимности, она может служить основой для того, чтобы вывести человека из этого состояния. Фактически, тот, кто употребляет алкоголь, заполняет свой внутренний вакуум, вот эту пустоту этими ощущениями от алкоголя. Основные аргументы и самые веские доводы, почему алкоголь – это плохо? Алкоголь – это плохо, потому что он дает ощущение иллюзорности, не дает возможности критически оценить свои поступки. Особенно это опасно в тех случаях, когда действительно речь идет о жизни, речь идет о причинении ущерба и так далее. Алкоголь – это плохо, потому что человек находится не в себе, человек не конгруентен с себе, не соответствует себе, и им управляет кто-то другой. Ну, в данном случае это алкоголь. Алкоголь – это плохо, убираем здоровый образ жизни. Конечно.